Те события, которые произошли в ноябре-декабре, и вообще вот эта вся ваханалия, которая началась с публикации о 700 миллионах долларов, выведенных с Кыргызстана, она, по-моему, все время муссируется, все время подогревается. То есть ей не дают просто-напросто погаснуть. И закономерным итогом вот этих всех медийных войн, вот этих информационных атак, мне кажется, являются вот эти митинги, которые пошли 25 ноября и 18 декабря, когда, казалось бы, она очень-то на ровном месте, вдруг вот чисто как бы сквозь посредством социальных сетей выходит определенная публика, причем эта публика, в общем-то, чисто городская такая, как они себя, потому что сейчас родился новый термин «балконский». И вот это вот закономерный итог. И сейчас эта война, на мой взгляд, она продолжается. Она продолжается, может быть, была... Информационная. Да, она прошла какая-то маленькая промежуточная затишье сейчас. Но сейчас вот в феврале, я думаю, через 10 дней все начнет раскручиваться дальше. Мы будем свидетелями дальнейшей этой войны, которая корни имеет политической плоскости, но, разумеется, выплескивается и будет иметь продолжение в медийной форме. Но эти митинги, в принципе, требования очень правильные. Борьба с коррупцией надо... имена называются, ну, правда, одно имя главным образом называется. Наверное, коррупционеров все-таки больше в Кыргызстане, чем один человек. Но цель-то, в принципе, правильная, все общество согласно, что надо бороться с коррупцией. Да, но мне кажется, она несколько узконаправленная. Я бы сказал, что идет практически шантаж власти. Идет практически шантаж президента, которого ставят очень жестко перед выбором. И будущие митинги, они будут иметь те же цели, иметь те же лозунги, будут иметь те же имена. Ну, они требуют, как мы все знаем, принять меры по отношению к бывшему заместителю таможни Раиму, Матраимову. И элементарно посадить его. Президент все время, как говорится, уходит от прямого ответа. Он все время требует факты, как бы. Но президент этого сделать не может, это ясно всем. Ну, во-первых, таких Матраимовых у нас за время нашей независимости было очень много. И есть. И есть, и будут. И есть, и будут. Мы помним, были кошельки так называемые и так далее, и так далее. То есть всегда были люди, которые... И среди них Матраимов ничем особым не выделяется. Не какими-то особыми злодействиями или какими-то запредельными какими-то суммами. По-моему, мне кажется, это все манипуляция цифрами, манипуляция в угоду массам, которым вот этот беспредел, действительно, который стоит в стране, действительно, в течение вот этих 30 лет. Оно все вот выплескивается. Но в данном случае вот тенденциозность вот этого, она налицо, она видна. И мне кажется, нельзя власть, нельзя президента ставить такое положение. Когда в любом из его принятия решений, в любой ситуации, вернее, в любом из вариантов его ставят в патовую ситуацию. Если он, скажем так, принимает меры по отношению к Матраимову, вопрос, виноват он или не виноват, здесь не стоит. Всплывают какие-то факты, которые, в принципе, они давно уже всплыли, о них говорил, я озвучил все цифры еще Атамбаев во время своей борьбы с Дзимбековым. Все это было озвучено, бегство его бухгалтера. Я думаю, что Атамбаев никакой Америки не открывал, потому что все мы прекрасно знали, как это происходило, что это было. И никто бы не поверил, что, скажем так, Дзимбеков выиграл в чистое. У нас это невозможно сделать, будь то хоть Баванов, хоть кто. Все они, разумеется, тратили какие-то средства. Но в данном случае идет, на мой взгляд, шантаж власти. Этого допускать никоим случаем, мне кажется, нельзя.